Музыка Ребят, всем привет! Перед тем, как ехать на какие-то покатушки в грязь или на трассу замерять время круга у нашей соточки, мы решили заехать еще раз к ребятам. Чтобы провести ревизию в клубный гараж Audi Club Воронежа, что у нас тут нужно сделать, чтобы она не донимала и не досаждала? Честно говоря, стук был впереди. По стуку мы разберемся, естественно, это опорный подшипник поменять придется с левой стороны, немножко умер. Самое страшное это последствия пожара, корпус печки тоже будет заменен, все это сделаем. Посмотрим по состоянию радиатора самого утопителя, в каком он состоянии, может даже поменяем. Полечим трос капота, который, наверное, уже Сашу достал. Достал не то слово, то есть когда полыхнуло под капотом, а я не могу капот открыть, из-за того, что просто банально вот здесь два замка, то есть один отщелкивается, а второй не успевает. И метание между капотом и рычажком, то есть это время и, соответственно, здесь все это горело, плавилось и так далее. Вот, еще жалоба была на воздухозаборник, который тоже поправим, немножко снимем переднюю панельку, поставим на место и все соберем кучу. Да, чтобы он не протирал крышку ГРМ. Он надавил, да, на крышку ГРМ, соответственно, там ремень вот даже вот до такого, до дыры. А, еще по выхлопу была жалоба, ну по выхлопу там что-нибудь подварим, резиночки на место поставим, подтянем, да и все. В целом мелочи, ничего такого критичного здесь сейчас нет, но аккумулятор обязательно прикрутим. По комментариям, я так понял, что людям все-таки интереснее поставить, если мы поставим именно электронный впрыск сюда, как раз в сентябре мы этот момент осуществим. Осуществим, да. То есть, здесь какие будут работы проведены по замене вот этого мехинжектора? Ну, как бы вот этот мехинжектор отсюда ампутируется, останется родная система зажигания, то есть катушка, провода, свечи, все это будет родное, плюс трамблер останется, к сожалению. Будет установлена новая топливная рампа, форсунки электронные, новый блок управления, чуть-чуть проводочки добавится и, в принципе, по большей части все. Ну, плюс в том, что впрыск будет легко диагностироваться, впрыск будет, в принципе, ты сам его сможешь настраивать, как тебе понравится. Вот, и плюс легко обслуживаем, потому что, как бы, комплектующие в большинстве своем российские, сразу с наших автомобилей, плюс, как бы, постоянная поддержка с производителем и постоянное обновление всех прошивок, калибровок и всего остального. Вот, как бы, не первый год с этим работаем, никаких жалоб нет, все, как бы, хорошо и красиво получается. Лёш, какие вот еще плюсы будут, помимо всего вот этого, ну, помимо, я имею в виду, вот того, что диагностируется, то есть расход топлива, допустим. Расход топлива стопроцентно вернется к заводским параметрам, то есть, скорее всего, даже будет чуть меньше за счет того, что здесь у нас впрыск сейчас одновременный, а будет фазированный. Вот, за счет распиливания шторки трамплеров, вот, как бы, в такт сжатии уже будет впрыск топлива происходить. Вот это главный плюс, ну, и плюс отсутствие геморроя. Ребят, ну, кстати, кому интересен, вообще, процесс, то есть, вы, пожалуйста, пишите в комментах и давайте поддерживайте этот видос лайками, потому что, если мы увидим, что это интересно, мы обязательно сделаем видеоинструкцию, да, на тему, как это все меняется. Да, естественно, это будет очень интересно. Я думаю, мы, ну, ждите, в общем, в ближайшее время, то есть, в сентябре, я думаю, мы этот материал отснимем, как бы, все работы сделаем и в максимально сжатые и короткие сроки это, соответственно, все выложим. И после этого уже, соответственно, я думаю, у нас что тут останется? Ну, а, ну, наверное, уже по факту, то есть, что будет требовать внимания, то и будем ремонтировать. И вот таким образом мы будем следить, смотреть, то есть, насколько геморройно или не геморройно обслуживание, насколько дорогое обслуживание, то есть, все вот эти вот байки, мифы мы будем проверять вместе с вами, можно ли покупать сейчас старые 25-летние Audi или же все-таки нужно воздержаться от этого. Ну, в общем, это все впереди. Итак, работы завершены, но дело не ограничилось теми запчастями, про которые мы говорили. Пришлось, скажем так, когда копнули поглубже, да, пришлось немножечко... Вскрытие показало. Да, вскрытие показало. В общем, Леш, что было сделано плюсом к тому, что мы собирались? Ну, плюсом первое было сделано, поменяли амортизаторы. Как бы, можно сказать, косяк прошлой замены. Была недотянута гайка крепления, и здесь у нас втулка износилась, и все это омерзительно болталось в поворотном кулаке. Вот, плюсом ко всему, опора амортизатора одна была поменена, пыльники и отбойники на амортизаторах. Глушитель был поменен, потому что как-то он по геометрии совсем не подходил, и вот такой вот огрызочек там стоял, совсем неприглядный. Вот, стоечки багажника, теперь он никого не убьет, он ничего ни с кем не сделает. Так, 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 что из дополнительного? Да и вроде как бы все. А, радиатор печки был поменен, потому как радиатор печки мог бы извернуть вся жидкость. Да, скоро зима, поэтому нам этого не надо. Ну, в принципе... Ну, а так все остальное у нас все по плану. То есть опорники, новый корпус печки. Да, с радиатором снова. Вот, да. Аккумулятор наконец-то прикручен. Аккумулятор, да, теперь никуда не денется. Машинка изменилась прям хорошо. Да? Да. О, сейчас поеду тестить. Я думаю тебе понравится. Сейчас поеду тестить. А после этого мы вообще поедем тестить ее обязательно в грязь. А, и на трек. Но чтобы показать хорошее время на треке. О, мы кстати что сделаем, прям что интересного мы сделаем. Мы поедем на трек с неисправным механическим инжектором. Замерим время. Круга. Ауди. 100. И потом, когда мы в конце сентября поставим впрыск. То соответственно мы прям поедем еще раз. И еще раз замерим время. И вот это прям я думаю ребятам будет интересно. Посмотреть насколько изменятся показатели автомобиля. Вот. И самое интересное мы еще вот это исправили. И поменяли тросик капота. Да, кстати. Вот теперь капот открывается. И в случае очередного пожара, который надеюсь не произойдет. То есть капот можно будет легко открыть. Ну и да, теперь вот эта хрень никуда не давит. Никуда не уйдет. Слушай, Леш, такой вопрос. В прошлый раз вот сейчас, когда мы снимали с Женей. Да, вот наши две соточки. Очень много в комментариях пишут, что ну типа вы несете хрень. И типа 2.3 это самый-самый говеный мотор. То есть. Ну такое мнение о моторе сложилось из-за того, что мех впрыск. Угу. То есть не мотор. Не мотор. Мех впрыск. Вот. Вот. Как все утверждают 2.6, 2.8. Да, это хороший двигатель. Да. У них уже другая система впрыска. У них MPI. Это как бы надежнее. Немножко попроще. Но опять же сложно сравнивать. Как бы в том же возрасте они имеют некоторые свои трудности. Вот. Именно как бы поездовым характеристикам. Ну они разные моторы. Их очень сложно сравнивать. То есть V6 и рядная пятерка. Ну не сравнимы между собой. По надежности. Ну как бы сложно найти тот мотор, который отъедет миллион. Вот. И он еще будет продолжать ездить. В6. Ну я бы не сказал, что они имеют такую ресурсность. Вот. Тем более 2.8. На мой взгляд как бы он уступает 2.6 моторам. Вот. Не знаю. Не могу сказать что-то плохого об этом двигателе. Опять же сама за себя говорит массовость моторов. То есть их было великое множество. Взять тот же 44-й кузов. Это мотор NF. Взять тот же 45-й кузов. Это мотор AR. И взять A6, в который эти же моторы ставились. Ну это само за себя говорит. Вот. Плюс как бы S-очный мотор. В принципе база у них одна. Как бы ресурсность там просто великолепная. Вот. Большесильные моторы. Опять же именно на этих блоках строятся. Вот. Поэтому нельзя назвать его плохим. Ни в коем разе. Поэтому. На мой взгляд все это мех впрыск. Ну поскольку этот косяк мы исправим. Соответственно у нас останется вот прям все. Все вообще хорошо будет. То есть грамотный мотор с грамотным впрыском. Ну а все остальное я думаю мы со временем приведем форму. Хотя я не знаю. Тут уже как бы ввально. Мы уже считаем. Сколько кстати сегодня у нас получилось. 22 тысячи на круг. Ну вот сегодня. Да. С работой с частями. 22 тысячи рублей. В прошлый раз это была у нас двадцаточка. Да. Двадцаточка. Итого ребят получается 80 машина куплена. Двадцать раз. Двадцать две еще. Итого сто двадцать две тысячи рублей. И после всего этого еще будет у нас впрыск. Это тридцать пять тысяч рублей. То есть. То есть да. Вот. Почти двукратно мы увеличиваем цену автомобиля. Вот прям буквально какими-то первыми вложениями. То есть. Ну опять же вложения как бы необходимы были. Да. То есть мы как бы подвесочка все. Да. Да. Но. Все равно мы как бы будем дальше за этим автомобилем следить. И смотреть. Каких еще вложений соточка потребует. Кстати извини перебью. Да. Пожар как бы отъел из этой суммы. У нас получается около пяти. То есть это. Ну в принципе да. Пожар можем не считать. То есть ну. Это уже там как бы лично мой косяк. Поэтому. Ну округлим. Округлим потом. Не будем его считать. Так что ребят. выводы делайте сами. А мы поехали пробовать тачку. В тех условиях для которых она не предназначена. Вот. Так что спасибо Алексею. Записывайтесь ребят. Если у вас Audi, Volkswagen, Skoda, Seat. В общем что-то такое. на сервис. Телефон будет в описании. Ну а мы поехали. Спасибо тебе Леша. Пожалуйста. Приходите еще. Приедем куда мы денемся. lors... Продолжение следует...